какие неловкие или стыдные ситуации у тебя были о господи ребят нас а вдруг я рассказывала если у меня парень и я такая выпрыгиваю кричу что типа всем привет котят и меня зовут лана и это долгожданная рубрика ответы на вопросы да именно так она по традиции евы и йоши проходит в тавре поэтому я тут подобрала на самом деле очень много вопросов которые вы задавали в комментариях отправляли мне там везде в группах и в общем разными способами их задавали и мне кажется что в одно видео это все не уместится но ребят я постараюсь сейчас на большинство из них ответить и на самом деле я немного волнуюсь потому что но всегда когда я стримила когда я начинаю говорить о чем-то таком чуть более личном чем роблоксы и вот такие вот какие-то ну знаете обычные вещи я начинаю немного нервничать заговариваться и мне кажется что это будет немного неловко но давайте уже начнем я тут где-то эти вопросы выписала сейчас я их открою вы пока посмотрите на меня и так я думаю начнем мы с вопросов про youtube и тут есть такой почему ты решила создать канал ой на самом деле ребят я по моему отвечала уже на подобный вопрос на стриме но давайте сейчас повторю а когда я начинала канал это было больше чем три года назад я на самом деле не думала что это так далеко зайдет да я старалась там выкладывать видео каждый день что-то делать но я совершенно не понимала как это работает и знаете если вот я недавно по моему ну как недавно под новый год устраивал реакцию на свои первые видео и вы я думаю по моей реакции можете понять что это такая ностальгия но в то же время и немножечко как бы кринж потому что я ну вообще была не готова когда начинала канал когда все вот это вот делала мне казалось что это будет немножко по-другому но я очень рада к чему это все пришло мне очень нравится роблокс мне очень нравится ну и моя аудитория и ребят с которыми я записываю видео вообще все что происходит это очень круто поэтому видимо почему я решила создать канал потому что так было суждено я не знаю я не верю на самом деле в такие штуки но это одна из наверно самых классных вещей возможно которые со мной случались потому что это очень здорово и мне нравится да то что я делаю были еще вопросы про монтаж например а вопросы сейчас секундочку ладно сколько времени занимает монтаж и съемка видео трудно ли это или ты уже привыкла и это входит в обычный режим ну смотрите ребят на самом деле когда этим занимаешься уже больше трех лет уже три с половиной года наверное потому что я канал создала в 2017 году о боже я не видела такого уровня смотрите я его правда не видела у я все его не пройду конечно же но уровень прикольный мне понравился спасибо что показали его так вот на самом деле уже ну это не то что входит в привычку уже как-то даже и не замечаешь конечно бывают видео которые занимают очень много времени потому что что-то не клеится но в основном проблемы не на монтаже а проблемы во время записи потому что иногда вот у нас недавно был случай когда ульяна не запускался роблокс мы просто все сидим ждем ульяну и сидим наверно ну я не знаю минут двадцать а она такая ну сейчас сейчас я компьютер перезапущу но сейчас я из аккаунта выйду и она тоже переживает потому что на самом деле ну это не очень приятно когда все так собрались уже ждут друг друга и ничего не могут сделать в общем мы кстати в тот день записали по отдельности без нее потому что вот не смогли не смогли просто дождаться когда все починится на самом деле починилось она спустя несколько часов что ли вот так что до запись видео в этом плане иногда бывает довольно сложный иногда что-то не получается то есть какие-то не только технические проблемы а вот например мы хотим там снять какое-то видео с какими-то секретными уровнями в тавре да как вот мы с ёши недавно делали и мы просто не можем найти секретный уровень вот ребят честно мы несколько часов ходили по серверам потом кстати мне этот уровень так и не попался но я знаю что ребята его увидели кстати когда я тоже была занята и вот такие вот моменты да они на самом деле по-моему самые сложные а все остальное это в принципе как бы обычно и когда видео получается легко здорово и очень быстро то это самое классное потому что она обычно и очень хорошим получается когда знаете так на одном дыхании и в общем да ну что давайте переходить к следующим вопросам потому что мне кажется я сейчас буду уже очень долго рассказывать об одном и том же и так кстати сейчас я читаю вопросы из комментариев к моему видео где я попросила вас позадавать вопросы и я вроде выбирала самый залайканный так вот один из вопросов на кого ты больше похожи из родителей а я больше похожи на папу на самом деле я бы я даже не знаю как сказать то есть говорят что девочки которые похожи на отцов они там счастливы и все такое но я такие приметы не очень верю а еще мне не нравится что я не могу вот это вот вот это вот пройти почему-то почему-то в общем будете смотреть как я прохожу только один уровень но я думаю что вы тут не ради таура так вот я бы наверное конечно хотел быть больше похожи на маму но я не знаю как бы я тогда выглядела ну на маму я тоже немножко похожа нельзя сказать что я там чисто вот копия папы поэтому да вот как то так немножко странный вопрос но я почему-то решила на него ответить а следующий вопрос я сейчас даже его зачитаю мне если что вопрос на телефоне так удобнее чтоб тут не переключаться какие неловкие или стыдные ситуации у тебя были о господи ребят на самом деле такой странный вопрос но не странный я думаю я вам расскажу одну историю это очень-очень старая ситуация мне было вот я сейчас чтобы не соврать вспомню по моему лет шесть наверное и мы с мамой и бабушкой шли домой по знаете такой вот у нас там дача недалеко от дома то есть такой дачные участки и там такая дорога что тип пустыря и в общем это было такие сумерки вечер и я просто шла впереди потому что мама с бабушкой разговаривали а это качу бегу бегу такая вперед и думаю а почему бы мне их сейчас не разыграть я прячусь то ли за каким-то маленьким холмиком то ли за деревом а чтобы понимали там вообще нет людей я думаю что сейчас я спрячу сейчас подойдут мама с бабушкой я как выскочу как их напугаю и подумала что это будет очень смешно в общем я прячусь не помню где я спряталась но это не важно и тут я слышу что они подходят и я такая выпрыгиваю кричу что типа а потом понимаю что это не моя мама и бабушка какие-то две абсолютно другие женщины ребят мне до сих пор стыдно после этого знаете иногда перед сном я вспоминаю эту ситуацию и думаю боже мой что они подумали вообще какие-то совершенно другие женщины которые я даже не знаю как там оказались а мама с бабушкой на самом деле были просто где-то были далеко еще и они подходили не подходят я даже не помню что было после этого но мне было настолько стыдно тогда вот честно даже сейчас до сих пор я не знаю наверное самая такая ситуация может она вам покажется не такой важный но мне она иногда перед сном тоже вспоминается это кого нет зачем я это сделала вот в общем как то так на самом деле смешно сейчас но тогда было не смешно и возможно я еще долгое время потом это вспоминала и ни над кем больше не пыталась как-то пошутить потому что вот как-то так а еще одна очень неловкая ситуация происходит сейчас когда я не могу пройти просто вот этот элементарный уровень да что со мной ладно ребят давайте пока тут постою у нас еще две минуты до конца таура я конечно могу прыжинку купить это вот неплохая идея но я вам зачитаю следующий вопрос была ли ты в лагере что так получается что все вопросы какие-то про давние времена но это на самом деле неплохо и я вам отвечу да меня частенько отправляли в лагерь я помню была раза три в лагере но каждый раз я почему-то под конец заболевала и меня забирали там с какой-то простуды еще с чем-то и в общем я по моему только один раз в лагере была до самого конца смены а в другие разы меня там с температурой забирали домой и я такая ну ну все в общем накупалась в море молодец простыла и все такое на самом деле там было прикольно мне очень нравилось потому что ну там весело и но главное что вам попался хороший лагерь когда вы туда отправляетесь потому что бывает что там какие-то вожатые не очень классные еще что-нибудь ну короче я думаю вы понимаете так я взяла пружинку потому что я больше не могу это терпеть и я надеюсь что так будет чуть получше хотя зачем я это сделал когда осталось минуту до конца тавра я не знаю не спрашивайте и я даже с пружинкой не могу это пройти как вы можете видеть ну ладно видео будет называться лана которая разучилась играть а вы видели а почему мне потом показали вот этот кусочек это очень странно не знаю почему так случилось но да ладно и так давайте пойдем дальше следующие вопросы слушайте вопросов очень много я что-то пока ответила только не знаю на 4 как-то это не очень получается хорошо и так давайте выберем вопросы попроще потому что я чувствую буду болтать очень долго зима или лето о слушайте это интересный вопрос я однозначно не могу ответить сказал она что выберет вопросы попроще и такая час опять на пять минут будет рассказывать зима или лето вы такие ну вот лучше еще одну историю рассказала как ты там где-то в детстве что ты сделала смешное так вот ну наверное однозначно не могу сказать потому что мне нравится и зима и лето и ого как я тут это доскакала ребят только что поняла что я только четыре уточки за этот тавр заработала я просто реально сидела на первом уровне какой кошмар и пружинку меня тоже отобрали ладно сейчас попробуем получше проходить зима или лето и зима и лето и весна и даже осень мне нравится все потому что в каждом времени года есть свои какие-то классные моменты зимой люблю кататься на лыжах летом это море то есть мне нравится и холод и тепло и раньше мне очень нравилась осень за какую-то такую атмосферу не знаю даже дожди желтые листики и в общем все мне нравится все поэтому я в принципе нет такого чтобы я такая зимой сидела и такая о боже когда этот снег растает я хочу скорее тепло или летом я такая ой на тавр да прекрати меня скидывать я опять не заработала ничего вот или если я такая летом о боже как жарко уже поскорее бы прохладное не мне мне все нравится на самом деле дальше там был вопрос про моё любимое любимое аниме, я вот сейчас даже его вспомнила, не зачитываю, потому что он такой очень простой, в общем, мое любимое аниме, наверное, это первое аниме, которое я посмотрела, и это вообще очень неожиданно One Punch Man, потому что я до этого не особо смотрела аниме, а потом такая думаю, ну вот, посмотрю-ка я вот эту штуку, я не помню, что-то мне там, то ли кто-то посоветовал, то ли что-то мне захотелось именно посмотреть такое вот, и мне настолько зашло, что я даже себе манку купила, и она у меня стоит дома на полочке, я даже несколько томов прочитала, ну а дальше не прочитала, потому что я не всегда дочитываю то, что я, в общем, читаю, да, был вопрос еще по поводу моей любимой книги, и, ребят, есть одна любимая книга, но я вам ее не назову, потому что будете плакать, когда ее прочитаете, я не хочу, чтобы вы плакали, поэтому я плакала, я ее недавно стала перечитывать, в общем, классная книга, хорошая, но грустная и такая тяжелая, я бы сказала, поэтому нет, я вам ее не назову, а так я, ну, достаточно, не то чтобы достаточно много читаю, но я читаю, да, я умею читать, отличные ответы на вопросы, да, в общем, как так, пока что, да что ж ты будешь делать, только не падай, Ох, хорошо, не упала, неужели я пройду этот тавер? Возможно, потому что вопросы стали такие более, что ли, с быстрыми ответами, и вот, так, ну, давайте я сейчас открою, еще вспомню, потому что я уже почти дошла до конца тавера, а вопросы я немножко забыла, а вот много еще было вопросов про школу, и давайте я их все объединю в один, то есть кто-то спрашивал, сколько классов школы я закончила, кто-то спрашивал, как я училась, какие предметы у меня были любимые, Итак, школа, я так понимаю, что сейчас у меня какие-то вопросы, вот, в основном в видео о том, что было раньше, и так, я закончила школу с медалью, я, в принципе, достаточно хорошо училась, как вы понимаете, и у меня не то, чтобы был какой-то особый любимый предмет, на самом деле, я переходила из школы в школу, я училась не в одной школе, я училась сначала в одной, потом я училась в другой школе, и потом я снова училась в той школе, в которой я училась сначала, это очень странно, история, но, в общем, я закончила ту школу, в которую я пошла, но еще училась в другой. Так вот, закончила я 11 классов, и насчет любимых предметов я вам не могу так сказать, потому что в основном предметы очень сильно зависят от преподавателя, я думаю, вы это тоже сами знаете, потому что если учитель какой-то не слишком сам интересующийся предметом, то, скорее всего, вам тоже предмет не понравится, и это очень грустно, потому что есть куча классных вещей, о которых было бы интересно узнать, но если у преподавателя не горят глаза, он такой сидит и считает, а сегодня мы проходим тему откройте учебник на седьмой странице, прочитайте первый параграф, и вообще, а я пока посижу. Это не классно, я понимаю, что, конечно, многим учителям очень мало платят, и вообще не только это, то есть, сходит, поэтому я не могу сказать, что у меня вот есть какой-то любимый предмет, потому что у меня были любимые учителя в школе, а любимых предметов как таковых не было, потому что, ну, вот так получилось, очень много зависит от учителя, если вы считаете иначе, то это круто, на самом деле, если у вас есть какие-то предметы, которые вам нравятся, знаете, даже вопреки, и вот вы будете их все равно там изучать, то это очень круто, очень здорово. В общем, возвращаясь к вопросу о предметах любимых в школе, очень большое значение, имеют то, насколько вас ими заинтересуют, и, мне кажется, так во всем жизни, так что, вот. Итак, давайте еще на парочку вопросов я отвечу, потому что уже я так смотрю, уже очень долго идет видео, насколько я записываю, не знаю, сколько оно получится потом на монтаже, и так, вот такой внезапный вопрос, Лана, смотришь ли ты турецкие сериалы? Честно, нет, я ни одного даже, по-моему, турецкого сериала не смотрела, даже когда они там по телевизору даже шли, все смотрели, и вообще, то есть, я как-то вообще мимо меня это прошло, но я... Ааа! Хочу сказать, что я смотрела очень много американских сериалов, вообще огромное количество, наверное, то есть, опять же, к вопросу о хобби, многие спрашивали, я не могу сказать, что у меня хобби смотреть сериалы, но я очень много сериалов смотрела, ребят, поэтому, вот, наверное, я даже не знаю, нет такого популярного сериала, который я не видела, не то, чтобы я там все прям от первого до последнего сезона пересмотрела, но очень много на самом деле, не знаю, хорошо это или плохо, вот, но очень много американских, британских сериалов я смотрела, любимый сериал я даже вам не могу назвать, какое-то время это был Шерлок от BBC, очень крутой, очень классный, мне он очень нравился, но потом следующие сезоны выходили, я как-то становилась, мне нравится немножко меньше, ну и вот, как-то так. Слушайте, ребят, я на все вопросы вообще не успею ответить, возможно, стоит, в общем, нужно будет создать еще одно видео, возможно, не одно, а целую серию, потому что что-то очень много вопросов, и они, знаете, даже разные, и кто-то спросил, хотела ли... О, я не видела этого уровня! Это что такое вообще? Кто-то спросил, не хотела ли бы ты удалить канал или что-то такое, начать заново, а я вот сейчас, сейчас я даже пройду, вот это опасное место, перечитаю этот вопрос, может, я как-то его неправильно поняла? Нет, но я не пройду это опасное место! Короче, думала ли бросить канал и начать заново? Не знаю, это очень странно, а зачем мне бросать канал? В общем, нет, не думала, это, наверное, самый быстрый ответ на вопрос, самый короткий, нет, я не думала бросать канал и начинать заново. Так, еще один интересный вопрос, твое самое любимое блюдо? Вот, знаете, наверное, это будет не самый популярный ответ на этот вопрос, хотя кто знает, можете написать в комментариях, какое у вас любимое блюдо, и мне, правда, интересно, сколько человек со мной совпадут во вкусах, так вот, ребят, наверное, мое самое любимое блюдо это жареная картошка, я серьезно, не вот эти вот, не картошка фри, там, не картошка по-деревенски, а именно жареная вот домашняя картошка, когда вы берете картошку, жарите ее с луком и, короче, еще туда соленый огурец бабушкин закатанный, это вообще было бы идеально, поэтому это, наверное, ответ, я бы такой же дала, не знаю, классе, наверное, в третьем, в четвертом, в пятом, в общем, я абсолютно так же думала раньше, потому что я такая, это что может быть лучше жареной картошки с соленым огурцом, а еще, кстати, вот есть такая странная штука, я люблю еще это все есть со сладким чаем, это немного необычно, но вот почему-то сочетание сладкого и соленого мне очень нравится, так, я надеюсь, что меня не прикончат сейчас, я хочу пройти этот уровень, пожалуй, да, я не убилась, не убилась и даже залезла и даже прошла, ууу, круто, в общем, это здорово, а, рыбки, рыбки, а, подождите, а в рыбках были? Да я не помнила, чтобы там были эти штуки, да ладно, да почти прошла опять тауэр, ну что ж вы будете делать-то? И давайте завершим еще одним вопросом про еду, я думаю, что он уже не такой важный, но давайте все равно я его зачитаю, ты любишь сладости или острое? Честно, соленое, больше всего я люблю соленое, я не очень люблю сладкое, вот вообще, если меня спросят, что я выберу, там, чипсики или конфеты, и, там, шоколад какой-нибудь самый крутой, нет, я выберу соленое даже, даже просто до банального, даже обычные сухарики я выберу, то есть, единственное, я ем сладкое только когда я там очень долго не ела, например, или прям вот мало ела в последнее время, и у меня организм понимает, что ему срочно нужны калории, он такой, так, ты хочешь шоколад, ты хочешь конфету, вот прям сейчас, и в таких случаях я ем сладкое, но я не люблю сладкое, даже, там, мороженки, там, всякие, то есть, ну, вот вообще, честно, даже, там, какой-нибудь кусок мяса или же, опять же, картошку жареную, соленую, это с удовольствием, а вот сладкое нет, почему-то, и острое, да, наверное, острое я люблю больше, чем сладкое, потому что вопрос стоял не соленым, а сладким или острым, да, мне острое нравится больше, чем сладкое, потому что острое зачастую еще и соленое, хотя я один раз пробовала шоколад черный с перцем, очень необычный вкус на самом деле, я не знаю даже, как это описать, то есть, вы вроде едите шоколад, а вроде у вас горит рот, и хочется плакать, но не сильно, то есть, вот как-то так, а что, а где, ага, понятно, это уровень, который меня прикончит, и поэтому, знаете, я, наверное, не буду пытаться его даже проходить, так, ну что, ребят, я думаю, на этом мы с вами будем заканчивать, уровень я все равно не пройду, он какой-то ужасный, и видео достаточно длинное получилось, возможно, что-то даже не войдет в финальную версию, и вы никогда не узнаете о моих секретах, например, а вдруг я рассказывала, есть ли у меня парень, а вы этого не узнаете, а? Ну, такая я коварная, в общем, ребят, спасибо большое за то, что смотрите меня, за то, что поддерживаете, пишите свои вопросы, я думаю, что обязательно будет еще одна часть видео, потому что я вообще не ответила даже на половину вопросов, так что оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, и увидимся в следующих видео, всем пока!